Бывший руководитель службы национальной безопасности Армении Микэл Амбарцумян рассказал об ошибках и провалах во время Второй Карабахской войны. Причинами военных неудач стали постоянные кадровые перестановки в контрразведке и плохая организация тыловых служб, заявил он в интервью Пятому каналу. По его словам, с начала вооруженного противостояния в регионе осенью 2020 года власти Армении постоянно меняли руководящий состав СМВ, что негативно отражалось на работе спецслужб в целом. Амбарцумян отметил, что, хотя и не обсуждал спорные кадровые решения руководства страны, оставался в недоумении относительно их целесообразности. Кроме того, бывший в Рио директора службы национальной безопасности Армении Микэл Амбарцумян сказал, что на протяжении всей войны на фронте царил организационный хаос, а работа тыловых и мобилизационных служб была недостаточно эффективной и скоординированной. «Я видел проблемы с мобилизацией, видел беспорядочную отправку добровольцев в Карабах, их распределение и размещение, были проблемы с касками и бронежилетами, с их количеством, проблем было много и последствия мы увидели», – пояснил Амбарцумян. Касая заявления главы карабахских сепаратистов Араика Арутюняна о том, что спецподразделение СМБ отказалось идти в бой, Амбарцумян подчеркнул, что у данной боевой единицы есть предельно четкий круг задач, она состоит из профессиональных бойцов. «И если перед нами ставятся какие-то расплывчатые задачи, то они не могут их выполнять. Слепо идти на задания могут только неопытные, и последствия хорошо известны», – добавил бывший руководитель СМБ Армении. Отметим, что Амбарцумян был назначен на пост в Рио-директоре СМБ Армении 8 октября 2020 года. До этого он работал заместителем главы ведомства. Свой пост руководитель покинул за сутки до окончания конфликтов на Гордом Карабахе 8 ноября через несколько дней его госпитализировали сердечным преступом.